46 лет назад вся жизнь подросткового клуба протекала в одной маленькой комнатке. Количество воспитанников росло, клуб расширялся. Сегодня «Чайка» – это 8 кружков, 8 педагогов, 200 воспитанников и, главное, объединяющая всех теплая семейная обстановка. Я чувствую, что им очень нравится здесь. Они приходят как-то с удовольствием. Вы знаете, у нас все очень просто. У нас не как-то, когда все приходят, говорят, у вас как по-домашнему. Действительно, у нас все очень просто. У нас нет какого-то официоза. Мы стараемся, чтобы просто было деятельно хорошо и уютно. В клубе занимаются и стар, и млад. Малыши посещают кружки изопластики, мягкие игрушки, драматический и историко-патриотический клуб. Ветеранская организация стекольного завода проводит здесь встречи с молодежью и не только. Наши организации сюда приходят, мы собрания проводим, заседания проводим, вечера, встречи ветеранов, день стекольной промышленности. Мы всегда стараемся отметить в клубе «Чайка». Все 46 лет подростковый клуб «Чайка» возглавляет один человек – Чижова Наталья Николаевна. Талантливый педагог и руководитель воспитала многие поколения детей. Есть примеры, когда воспитанники Натальи Николаевны теперь водят в клуб своих детей и внуков. Наталью Николаевну очень поздравляем с 46-летием. Она тут работает, бессменный наш директор, то есть мою маму, меня, моего сына, мою дочку воспитывает. Чайку, вот они стремятся, они бегут, они радуются. И мы также сюда бегали сами, я сама на пять кружков ходила. То есть мы сами здесь все выросли, поэтому выросли нормальными людьми. Все 46 лет «Чайка» содержалась стекольным заводом. Но сегодня предприятие находится в стадии банкротства. Клуб остался без средств к существованию. А нужны деньги на ремонт обветшалого здания, покупку нового оборудования, аппаратуры. Клубу часто помогают родители воспитанников. Но денег катастрофически не хватает. Недавно у Натальи Николаевны появилась надежда. Возможно, клуб перейдет под опеку города. Осталось дождаться, когда и как решится судьба стекольного завода. Татьяна Бауэр, Евгений Корнилов, Солочногорское телевидение, информационная программа «Наше время». Татьяна Бауэр, Евгений Корнилов, Солочногорское телевидение, информационная программа «Наше время».